В последнее время участили жалобы жителей на то, что при осуществлении технической проверки газовики из-за невозможности попасть в ту или иную квартиру отключают целые дома и стояки. В итоге из-за одного абонента страдают все жители. Насколько законны действия газовиков? Об этом и не только расскажем в нашем следующем сюжете. Природный газ в быту незаменим, но при неправильном обращении он является источником повышенной опасности. Поэтому очень важно вовремя проводить техническое обслуживание газового оборудования в домах и соблюдать правила пользования голубым топливом. Задача у газовиков непростая – проверить каждую квартиру. Если в одни квартиры попасть несложно, а в другие не удается. В многоэтажных домах проблема одной закрытой двери часто становится проблемой для всех жильцов подъезда, потому что именно за ней может быть утечка газа. Но из-за отсутствия хозяев доступа к газовому оборудованию нет. Как следствие, жильцы других квартир остаются без газа. В соответствии с договором на техническое обслуживание жители обязаны предоставлять газовщикам доступ в свои квартиры для проверки. Если хоть один житель пускать газовщиков отказывается, его отключают от газа. Если отключить одного абонента нет технической возможности, отключают целый стояк или даже дом. В праве ресурсоснабжающей организации по подаче газа ограничить подачу газа на основании пункта 70-410 правил, на основании угрозы каких-то аварийных ситуаций. Другое основание, если эти граждане не находились в то время, когда было объявление по проведению технического ремонта и обслуживания газового оборудования в квартире и неоднократно, дважды не могли попасть в данное помещение, то для этого организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию, обязана уведомить об этом потребителе, если дважды не попало в их квартиру, о том, что будет ограничена подача газоснабжения в данное помещение. После устранения проверки технического обслуживания оборудования, что установлено в бесправности, в течение не позднее двух дней подключается подача газа в данное помещение. Надзор осуществляет департамент жилищно-строительного надзора Свердловской области. Поэтому в случае жалоб каких-то потребители должны обратиться с письменным обращением либо в Каменск-Уральск по территориальности ЮТО-Южный управленческий орган, либо в само управление Екатеринбурга данной организации. Могут ли газовщики брать деньги за техническое обслуживание газового оборудования? Еще один распространенный вопрос, который часто задают жители. Напомним, что стоимость технического обслуживания газового оборудования раньше включалась в абонентскую плату за газ. Позже вышло постановление правительства и их разделили. Согласно с постановлением, газ поставляется абоненту, если у него есть договор на техническое обслуживание соответствующей организации. В противном случае поставщик имеет полное право прекратить поставку газа. Ранее все жильцы оплачивали данную услугу из содержания и ремонта. Согласно калькуляции администрации города, данная статья ежемесячно определенная сумма небольшая, и мы оплачивали данную сумму. А теперь данные затраты исключены из статьи содержания и ремонта, поэтому потребители должны оплачивать это самостоятельно. Организация, которая оказывает услуги, вы можете ее выбрать самостоятельно, никто не должен навязывать данную услугу, но это лицензированная организация должна быть, и состав затрат рассчитывается самостоятельно, должна предъявиться калькуляция, расчет цены. Цель технического обслуживания проста – обеспечить безопасность работы и, как следствие, безопасность жизни людей. Ведь газовые приборы, как и любая другая техника, со временем изнашиваются. Соответственно, нуждаются в регулярном осмотре и ремонте. Кстати, по закону, ответственность за содержание газового оборудования лежит не на газовиках, а на собственниках жилых помещений. Поэтому наша безответственность может повлиять на нашу безопасность и безопасность наших близких. Не пренебрегайте простыми правилами. Обеспечьте доступ специалистам для проверки своего газового оборудования.